привет всем адекватным людям значит доделал я нагрудник мандалорца вот и сейчас сделаю небольшой обзорчик значит при изготовлении данного нагрудника мне дали карт-бланш делать так как я считаю нужным я отрисовал вот такую себе картинку я конечно многое изменил отошел от оригинала мы получилось вот такое изделие материал нагрудника нержавейка толщина 1-1 2 миллиметра так вот эта деталь с треугольная вальцовка и меня это сложный момент его не так легко сделать если не ошибаюсь он из полтора хи надо посмотреть что там на видео делал 1 и 2 это скорее всего тоже 12 это миллиметр чет чет я забыл уже толщину то нагрудник надевается и закрепляется по такому довольно средневекового методу два ремня хрест-нахрест на спине и один поясной ремень пытался сохранить основные черты нагрудника из сериала а именно это вот вся деталь есть у нас есть сердце без кара мне уже подсказать как эта штука называется я вообще думал что это какой-то дисковод единственное что у оригинала очень уж остро выступающие сюда углы из-за чего данное изделие совершенно не позволяло бы двигать руками вперед но это очень неудобно было бы дальше я хотел вот сделать такие ребристости здесь вот как на оригинале но потом оно как-то само пошло поехало и уже захотелось сделать такое типа как как пресс немножечко с отсылкой на что-то греческое ну а сделал пресс я уже захочула юбку сделать в общем да юбка тоже тоже в общем-то сделано нагрудник собран частично на подвижные заклепки скользящие заклепки например вот верхняя часть по отношению к нижней может вот так двигаться также двигаются такие вот грудные части юбка собрана двумя способами и на заклепки и на ремешки это позволяет ей держать свою форму оставаться всегда в правильных позициях с правильными нахлёстами не переваливаться там не клинить вот и иметь довольно хорошую подвижность вот это на вне выглядела видите юбка почти хорошо почти идеально работает мне кажется чуть не хватает для подъема это можно доработать здесь вот для горла в принципе нормально целом нормальная штука рабочие это можно делать про более простом варианте то есть я к тому что такое изделие можно существенно удешевить сохранив при этом главные черты какие-то главные геометрические фигуры и это будет узнаваемо и практично и дешевле вот так что такие нагрудники вполне можно делать бугорт оптимальными даже керасы даже не только нагрудники керасы спиной будет нормально юбка мне понравилось значит вот здесь прорези 1 2 1 2 3 4 остальное на ремешках при сборке немножечко нужно попариться конечно с длиной этих ремешков но сделав один-два раза это уже будет легко и понятно ну и да и верхние детали тоже вот тут фиксируется на кожаных ремнях чтобы не разваливалась не вываливалась куда не надо таким образом данный нагрудник довольно подвижен а если мы по такому же принципу собираем и спину то вообще-то это будет кераса которая тоже будет иметь то же самую подвижность за него не буду вот смотрите она вот так вот сгибается верхняя часть будет ездить по отношению к горжетту что тоже добавляет подвижности и что тоже конечно же хорошо перед тем как надевать нагрудник вы сначала надеваете горжет с плечами и потом нагрудник при некоторых тренировках это можно одевать и самому но конечно удобнее чтобы вам помогал это быстрее проще для всех вот так это выглядит со спины вот так это выглядит спереди и чуть не забыл я опубликовал только что видео про изготовление данного нагрудника в украинской озвучке и в английской озвучке примерно через неделю еще будет выложено видео без озвучки без музыки только звуки работы вот тут сверху надписи на мандалорском языке надпись сверху такого путь надпись снизу сегодня хороший день чтобы умер еще кто-нибудь треугольная вальцовка это характерная форма для нагрудников 16 века нагрудников керас которая очень хорошо останавливает колющий удар который скользит по вашему по вашему по вашей броне потому что все что придет сюда я просто боюсь втыкать и поцарапать все что придет сюда она поедет вверх ну в сторону горла поэтому вот здесь как бы хорошо что есть такое останавливающие останавливающая форма кстати дальше обратите внимание что горжет в этом принципе сделан категорически неправильно но учитывая что вообще данное изделие для косплея то сверху я уже не заморачивался потому что эта часть будет скрыта всегда под шлемом да нет такой задачи прямо вот сделать какую-то реконструкцию или полностью функциональная под средневековый на оригинальных доспехах мандалорском в сериале вот эта часть она всегда является впадиной и я посчитал что это будет радикально неправильно а раз уж я делаю некий доспех который как бы мог бы быть функционален в средневековых реалиях ну хотя бы как в какой-то мере функционален то я сделал эту часть выступающей не знаю насколько это вредит и портит лор но сейчас она теперь не застреет не имеет тут впадины вот как здесь например тут не видно не имеет впадины а имеет такую выступ с которого оружие будет пытаться куда-то соскользнуть какую-то из сторон заклепочки также как и в средневековье расклепаны снаружи в общем короче вот так оно получается когда вы делаете доспех используя наработки по средневековому доспеху да это не ржавейка это не латунь просто нержавейка которая латунирована и я специально еще под заполировал края чтобы они вот так проступили начали блестеть думаю тут видно сейчас будет да потому что когда вы латунируете получается такой желтый матовый цвет он сильно сильно выбивается от белого поэтому дополнительно еще пробегаюсь волоком папа полу тунированному этого и не показывал на видео думаю скажу и да я специально так вот края немножечко больше отполировал чтобы проступила белая и эти детали больше выделялись вот на на фоне все с краю обычная вальцовка она она немного укрепляет края детали немножечко комфортнее если вы ударяетесь рукой об этот край руками вы будете часто касаться этого этой части потому что для сведения рук ну вы просто упрётесь в это дело чтобы руками не упираться сюда нужно или вырезать больше следовательно терять защиту потому что вот сюда все заходит видите вот вот кинжалы всякие всякие молотки вот сюда это все пройдет и будет очень неприятно тут как бы дырка у нас ну и плюс если вы немного руки приподнимаете для замаха для удара то у вас тут тоже все очень неприятно открывается греческие нагрудники и форме вот такого торса пресса были из цельного куска хотя повторюсь я не великий эксперт может быть я ошибаюсь но насколько я смог вспомнить и заметить все это делалось в греции из цельного куска и она и понятно потому что вот такие вот штуки щели видите у нас если идет колющий удар я могу сюда засунуть вообще целый кинжал а средневековый европейский доспех строился таким образом что обычно нижняя деталь была сверху этих деталей ну а если мы вспомним что затоспешенные люди были чаще всего богатыми людьми чаще всего были кон конниками всадниками то для них было важно чтобы удар снизу не протыкал их не доспех и понятное дело чтобы такое решение не очень хорошо потому что здесь я уже нашел дырку куда я могу ну прям в общем-то просунуть нормально то же самое скорее всего может быть здесь кстати да классная штука видите мези рекорде она граненая это не кинжал плоский какой-то который начнет гнется и ломаться это просто арматурка острая которая вот в общем-то во все вот такие вещи заходят и с рычагом туда можно нормально раскалекать особенно вот сюда вот раз и типа все как сдали царьку вот такой забавный факт по отношению к наклёстом детали кстати вот такое решение она прям аж попсовая скажем вы можете увидеть очень много фильмов кино где у нас вот такая типа грудь и вот такая вот вот такой вырез и она вот сверху нижней детали сейчас вот сходу я могу вспомнить рука и какие-нибудь там робокопы и мандалорцы все вот как ничего нового особо там кинематографе не придумали пока что единственное по моему что-то подобное и в средневековье в шестнадцатом веке я видел на парадных доспехах сейчас не найду наверно когда верхняя часть такая вроде как мускулистая и она сверху нижней части но в основном все доспехи строились таким образом что у нас вот удар снизу он съезжает где-нибудь застарьет уезжает в сторону была идея конечно сделать пресс полностью потому что видите тут пупка нету нету других мышц я подумал что это будет слишком можно отвлекать от верхней части слишком перегружен и насыщен нижний уровень нагрудника поэтому я так немножечко наметил типа мышцы типа вроде понятно какие-то линии как бы ребра жесткости вот это бортовочка которая помогает и чешуя двигаться сюда и жесткой добавить дополнительная добавляется да тут вот не очень видно но мне показалось что боковую часть вот эту она вот мне как-то выглядит как бы незавершенный наверное есть смысл вот здесь тоже делать вальцовочку чтобы у нас край тоже не был не был тонкий и такой вот неприятный края был тоже закругленный тогда бы у нас деталь выглядела как бы как бы завершенной со всех сторон вальцовка вальцовка снизу вальцовка еще по этому краю всему тоже была вальцовка я редко доволен изделием которых ты уже сделал обычно мне хочется переделать но это плохая идея потому что так переделать можно и по полгода и погоду и потом все равно остаться недовольным так нижнюю часть чешуи я сделал с отсылкой типа на на всадника видите такой вот вырез он характерный для таких доспехов всадника для юбки всадника потому что у нас тут конь снизу и седло и вот как бы вокруг него это дело должно быть как бы огибать но но с другой стороны рассуждая логически нагрудник это больше такое пехотное что ли нечто то есть у вас по сравнению с террасой у вас доспех более легкий потому что спины нету вам надо ходить ножками и это тяжелее ну и стараться не разворачиваться спиной потому что на спине у вас принципе ничего нету никакой защиты средневековая пехота часто заполучив рыцарский доспех себе просто отрывала некоторые части которые ей более удобны и носила например вот от террасы только нагрудник хитон набедренники могли надевать или же надевать там часть доспеха сверху а ноги были свободны и потому что ходить много ходить тяжело плюс заполучить доспех обычному пехотинцу который хорошо подходит под тебя то есть полный доспех но это очень трудно потому что когда вы одеваете полный доспех очень важно чтобы все двигалось все приходило как надо каждая каждая там уголок не клинил заезжал туда куда нужно и отъезжал туда куда нужно если же вы одеваете некоторые раздельные элементы то есть неполный латник который должен соотноситься с каждой деталью своей то все намного проще вы одели отдельные детали они друг с другом не контактируют и как бы нормально то есть надели на грудь надели на плечники без гаражата и все вам легко вам все двигается все хорошо это не надо для пехотинца на видео видна подвижность в данном комплекте видно что хорошо двигается часть гаржета с нагрудником они съезжаются разъезжаются что тоже характерно для доспехов 16 века такая вот смесь от от древнегреческих доспехов до 16 века и замешана все еще на мандалорскую тематику да была у меня идея вот видя весь этот комплект каким он есть сейчас закрыть вот эти дырки какими-то рандельками но вот не знаю я и так уже слишком слишком поломал силуэт мандалорского доспеха добавив вот такие отбойники они мне конечно нравятся но может быть я перебдел немножечко может быть зря может и нет короче это типа средневековье планеты мандалор поэтому наверное можно и так но суть в следующем добавляя какие-то элементы которые выбиваются из силуэта мы больше отходим от нашего источника от мандалорского доспеха поэтому добавить сюда еще рандельки я еще сильнее видоизменю эту этот комплект весь плюс я боюсь что они будут вот регулярно болтаться биться тут вот в общем-то застревать поэтому наверное не буду все-таки человека нужно чтобы это комфортно работала отдел там на фестивале от фестивалем всех поразил своей блестящей красотой яркой и в общем-то квест на этом выполнил есть отдельное отснятое видео в этом доспехе видно как она двигается как они сидят причем видно что я добавил эту поджигную юбочку снизу это не будет идти в комплекте но мне показалось что так будет интереснее сейчас их немножко еще мучаюсь над дилеммой что как бы у меня работа закончена все что нужно было сделать но может сделать человеку еще наручи они вроде просто делаются можно даже денег не брать да я мучаюсь теперь над дилем потому что мне хочется сделать наручи сюда но я уже должен начинать делать шлем шлем из карима down guard там есть такие такая фракция и я уже хочу делать тот шлем вот поэтому теперь блин сложно в общем не забудьте посмотреть видео про изготовление этого нагрудника она свеженькая только что вышло и всем пока а это те самые знаменитые боевые биолаборатории с перелетными кибер гусями это вот про них вам рассказывал коношенков вот он вещает вам постоянно про какие-то бредни жесты доброй воли вам не кажется что стоит уже как-то проявить жест доброй воли и как-то вот что ли что-то сделать с этим коношенковым с путиным и вообще за дебилами которые которые развязали совершенно непонятную никому не нужную несправедливую войну которая развязана уже восемь лет назад да мне очень интересно почитать как вы оправдываете все то что сейчас происходит в украине как вы это оправдываете на россии у себя